всем привет сегодня обсудим очень важную тему это мошенничество с арендой жилья в ирландии сейчас это очень актуальная тема я нахожусь на сайте защиты до потребителей ирландии и тут есть формула да и различные способы методы как мошенников разоблачить и как понять что вас пытается обмануть также есть очень проверенный способ специальный сервис до в котором регистрируется вся недвижимость которая сдается в аренду после того например когда вы сдадите ну снимите жилье официально вам придет вот такое письмо с такой вот организации rtb то есть это как временная прописка плюс там полностью указываются все ваши данные данные лендлорда вы можете там оспорить даже повышение вашего рента если вы считаете что его повысили неразумно эта статья очень хорошо поможет вам мы сейчас я разберем главные тезисы то есть главные главные уловки мошенников мы разберем и чтобы вы не попадались на вот эту все схемы до понимали что дешевый сыр как всегда только в мышеловке попрошу также это видео отправить всем своим друзьям близким чтобы они были в курсе потому что это прямые инструкции да вот ирландского потребительского до комитета то есть он вам все рассказывают показывают и пытается вас обезопасить от того чтобы вы различные доскамеры различные мошенники воспользовались вашим доверием вашими деньгами так что сейчас мы все это рассмотрим и мне стекается сейчас этот вопрос с арендой жилья да и с мошенничеством он очень актуален и мошенники плодятся просто в геометрической прогрессии перед тем как продолжить попрошу каждого подписаться на канал потому что огромное количество людей смотрят ролики не подписанными поставьте колокольчик чтобы не пропускать мои видео а также если видео вам понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии то есть высказывайте свое мнение свою позицию тоже у нас демократия в комментариях так что никого мы не блокируем все говорят что хотят а также не забывайте что я записал первый ролик для своих спонсоров ребята это ролик про то как найти жилье до в маленьких городках то есть это такая инструкция от меня то есть что жилье есть в ирландии по 700 евро и таунхаусы по 900 по 950 то есть можно если захотеть можно найти просто это небольшие городки да вы должны немножко выйти из зоны комфорта и поверьте тогда вы сможете найти жилье и сами его арендовать и вот этом вот видео для спонсоров до спонсорство начинается от 99 центов всего лишь то есть вы заходите оформляете спонсорство и у вас открывается вам доступ к этому вот ролику это первый из роликов для спонсоров дальше будет больше то есть я там рассказываю больше про себя про то как мы снимали жилье где мы его искали то есть и вы по этим вот да вот это вот кальки возможно если вы будете делать все правильно то мои советы и мой опыт вам поможет в поиске жилья и вы сами сможете себе арендовать свой угол в ирландии быть наконец-то независимым ну а мы продолжаем обсуждать тему мошенничество с арендой в ирландии уже наверное каждый кто какую-либо информацию до наводил какие-либо справки про ирландию знает что в ирландии кризис жилья он был еще до всех событий которые начались до украине то есть до войны здесь был кризис жилья и было сложно его найти жилья мало то есть и тут были свои бездомные то есть ирландцы да то есть не без этого но с приездом украинских беженцев все конечно еще более кардинально изменилась и наплыв до людей и нагрузка на вот эту всю систему до аренды и жилья в общем она стала еще более актуальны еще острее теперь жилья и еще больше не хватает хотя правительство даже в новом бюджете заложила там тоже будет строить много новых до домов социальных то есть все это делается но страна сама по себе маленькая она не может в один час до в одну минуту решить все свои проблемы мы возвращаемся к мошенничестве с арендой жилья что нам рекомендуют рекомендует во-первых мошенники что делать мошенничество с арендами жилья мошенники да с арендом жилья пытается выманить у вас деньги претворяясь что предлагает вам недвижимость или комнату в аренду часто человек рекламируют недвижимость не имея права сдать ее в аренду иногда это недвижимость может даже не существовать то есть к чему вот это первое да мы этот обсудим все папа тезисом я разложу смотрите часто сейчас даже мне фейсбуке предлагается то есть дешевая аренда переходишь по ссылке там какой-то фиктивный сайт цена приемлемая то есть мошенники что делают они стали в том же фейсбуке инстаграме покупать рекламу они берут фотографии ты ряд копируют с сайтов до по недвижимости там где люди сдают реальную недвижимость они копируют эти фотографии это описание и все делает красиво только делают заниженную цену и и человек ну который в отчаянии который в поиске жилья да ему срочно надо вот на пернова прибывшие до украинские беженцы которые сидят в лагерях до получают пониженные выплаты то есть это в лагере невозможно выехать конечно он хочет больше свободы он пытается искать различные методы и вот попадается ему до в том же фейсбуке реклама о том что вот есть там и они обычно как делают они на сайте создают целую кучу объявлений то есть предложение разные города разные графства и ты такой вау класс такие цены так все приемлемо нажимаешь ну и там уже схема разная либо попросят вас навести ваши данные карты там какой-то резерв каких-то 50 евро чтобы зарезервировать до для вас вот эту именно вот это вот жилье им на дом либо квартиру либо комнату да ты оплачуешь там какую-то маленькую до суммы потом они получают все ваши банковские данные то есть полностью да вы когда вводите кажется там сумма маленькая выводите номер карты дату срок действия карты главное это севико то есть три последних цифры эта информация куда передается мошенниками они за минуту пару движений вводят и просто сносят просто снимается у вас все ваши деньги с вашего счета то есть вот этого делать никогда нельзя давайте дальше на что нужно обратить внимание когда да вы ищете жилье если арендодатель не может показать вам арендное жилье лично это серьезная красный флаг то есть имеется ввиду если человек максимально пытается вам впарить что нужно взять предоплату даже по люди даже сейчас дошли до того что по арпи уже обманывают но украинцев да то есть что создают тоже фиктивные объявления украинец переходит ему говорят чтобы ты был первый зарезервировать за тобой эту квартиру потому что очень много там у меня заявок от украинцев заплати пожалуйста 100 евро человек будет 100 евро и все исчезает все контакты исчезается полностью человек не отвечает то есть без большинства случаев эти люди работают в мессенджерах в мессенджерах либо по sms на звонки они практически не отвечают потому что боятся что голос это уже идентификация понимаете человека так что если человек не хочет с вами общаться по по трубке до по телефону значит уже тоже так разный флаг это сразу звоночек о том же что это не так они могут попросить вас внести депозит и арендную плату за один месяц чтобы за закрепить за собой комнату прежде чем упомянуть об аренде то есть имеется ввиду обратно сделай предоплату за один месяц чтобы понимали что твои намерения серьезные ну вот человек в отчаянию понимаете когда в отчаянии сам понимаю у меня в жизни было пару раз до такого вот меня тоже немножко нагребали да немножко и лоха из меня делали но это были какие-то не мелкие до покупки там интернет-магазинах да это было но это не огромные какие-то были деньги но вот здесь вы понимаете да например аренда в дубле да там доходит до 2000 дом да и у тебя говорят ну ладно для тебя там цена час полторы давай хотя бы 750 там половину скидывать чтобы зарезервировать за тебя сразу этот дом а потом при встрече остальные дашь человек видит все все нормально фотографии все вроде бы честно ну как здесь вот и дал айбан для оплаты там либо карту до либо револют по и пал то есть ну все вроде бы нормально человек отправляет и все человек распаряю испаряется просто контакты все исчезает все блокируется все человека нету максимум понимаете эти люди они максимально за один от одного дня там до недели они делают этими их махинации пока человек ничего не заподозрил пока там он назначил дату когда вы должны там прийти куда-то до виртуальную какую-то квартиру несуществующую а также бывают таким даже такие моменты что существует квартира люди прямом смысле продают все вот это вот другому человеку человек приходит ему открывает другой уже человек который там живет и говорит ну мы сняли эту квартиру можно ли там зайти посмотреть да им говорят смысле вот у меня контракт я тут живу зато не знаю два года то есть масса различных ситуаций курьезов конфузов мошенники в ирландии работает я скажу вам ну очень хорошо я не думал что такой маленькой стране так много скама тут его просто ты что говорит даже если люди доходили до того что наши обманывали же наших когда были проблемы да с консульскими данными услугами в посольстве да чтобы слот словить даже на слотах люди обманывали мы вам словим слот платите там 50 100 евро мы вам словим точно сто процентов давайте все вам будет люди реально переводили деньги и ждали пока им словят слот понятно дело никакого слота не были не было то есть мошенника вокруг нас очень много нехороших людей и нужно быть всегда на чеку вам даже могут отправить поддельный контракт для подписания и поддельные ключи чтобы сделать его более убедительным так есть то есть прямом смысле ты говоришь а можете контракт то мы все увидели вам были то есть да вам говорят отправьте свои данные там даже скрин свои да там арп карты либо своего паспорта они берут вбивают все у них уже есть примеры боже может там тот контракт под подделать это две минуты фотошопе все сделали отправили вам реально письмом заказным обратный адрес же можно как вы знаете в не указывать то есть они могут не указать свой обратный адрес человек просто отправил ключик еще положил для уверенности вы например хотите переехать до другой каунте ну не знаете да вас нет вариантов своем и вот вы его от отчаяния ищите в другом нашли и хотите как-то до себя обезопасить чтобы не просто так кататься то без проблем я вам сегодня отправлю вот контракт вот ключик пожалуйста подписывайте и возвращайте нам назад все через два дня все мы вам мы получили ваш контракт подписаны все хорошо молодцы теперь вы можете оплатить и после этого только приезжать а у вас например да там вы живете набер в аренде либо в арпида и вас там остается например месяц либо две недели до конца до вашей аренды то есть вы думаете себя обезопасить тут заканчивается и вы переезжаете в новое место вот так вот чтобы обезопасить себя все сделать можно в онлайне вот вы сделали уже с ключиком такой довольны отправляете ему там какую-то 1000 евро до сразу за первый месяц а завтра на первый месяц когда уже приедет до обычно как вносится депозит за первый месяц и за последний то есть если снимать за тысячу вы обязаны заплатить агентству либо лендлорду 2000 надеюсь все это все понимают они могут вам такой типа сказать такой бонус типа как бонус приедете потом следующую часть нам отдадите вы ну класс мало вообще круто идут на уступки идут на встречу держи и конечно в конце потом пути тот ключик можно выкинуть контракт можно выкинуть или потереться все выбор разбитого корыта вас мошенники корица вами воспользовались так что всегда и дальше здесь будет до советы я вам сейчас дойдем до них всегда ребята звонок обязательно кривой английский ничего страшного звоните не стесняйтесь через google translate второй телефон говорите главное что вы слышали человека следующий момент всегда ходите на просмотр фотографии в интернете в мессенджере это одно в реале приходите и смотрите не скупитесь даже если это другой город даже если нет машины едьте на автобусе они всегда назначают время постарайтесь просто время под себя да немножко подбить и все езжайте потратите вы тех 20-30 евро но вы себя обезопасите поверьте больше чем вот так вот закажите в интернете до какой-то дом либо квартиру либо комнату и потом останетесь просто с носом если арендная плата кажется слишком хорошая чтобы быть правда то скорее всего она не настоящая мошенники часто рекламируют арендную недвижимость по более низкой цене чем обычно чтобы привлечь потенциальных жертв будьте осторожны также если арендная недвижимость ли рекламируется через рекламу в социальных сетях что только что до этого я говорил то есть сладкая цена видели объявление они выбирают там трейтинг вот это да ну когда рекламу покупаешь специально ирландия даже можно пока он типа города можно и все и начинается реклама вам просто каждому человеку понимаете да а там не так уж понимаешь дорого она стоит там каких-то 50 100 евро в день и это реклама будет просто каждому человеку в каунте показываться мелькать любом знаете сейчас каунте есть куча беженцев не только украинцев но и остальных это же не только на украинцев да все эти мошенники работают нет они работают со всеми мигрантами беженцами они пользуются всеми людьми в том числе ирландцев обманывать так что это все работает во все стороны для всех наций эти мошенники обмануть и обогащаются так что если слишком низкая цена пожалуйста да откройте вы сайты дафт и посмотрите среднюю цену да по вашему городку которую выбирать либо каунте там всегда вы можете все увидеть там от 700 до 800 если цена там 500 до либо там там где цена должна быть 2000 они там за тысячу либо за полторы это должно насторожить всегда нужно спросить а в чем подвох да почему такая низкая цена если насчет мямлить не той неси они 5 10 то понятно значит это уже скамер это мошенник так что в социальных сетях когда реклама я вообще не советую переходить вообще по ссылкам по рекламе потому что реклама вот эта вся фейсбуке в инстаграме в большинстве случаях это скам даже если это не скам то это будет товар низкого качества знаете вам рекламируют товары если она придет поверьте он будет отличаться от картинки это 99 процентов на 90 ладно остальные есть бренды которые нормально рекламируют и которые хорошие но есть большинстве случаев это вот эти вот китайские товары покупаются создаются сайты одностраничный называется сайт одного до товара и вам рекламируется этот товар стоит там в китае 3 доллара его вам продают там за 20 долларов вот и все то есть и стоимость рекламы входит уже в эту стоимость то есть он там с рекламой выходит этому продавцу там не знаю в 10 долларов вот он 10 15 еще плюс потому что вот это вот вся движение там маржинальность максимально вот эти все рекламки там люди наживаются на огромные маржи они могут там не немного стоят по факту там 15 20 30 евро до чтобы заработать большие деньги нужно продать много-много но вот они берут количеством они покупают огромную рекламу и давят на вас рекламы вы думаете ну ладно оп 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 заказал а приходит абсолютно качество не то которое указано в объявлении которые вам рекламируются обычно этот работает так следующий момент я говорю что расскажу про сервис который с помощью которого можно до посмотреть сдается ли это жилье в аренду вы знали арендодатель обязан ежегодно регистрировать свои до свой договор аренды совете по арендному жилью ртб проверьте рейс ртб чтобы убедиться что арендная недвижимость которую вы рассматриваете зарегистрирована вот я вам показывал да мы его зарегистрированы пожалуйста в ртб это письмо я показываю вам это письмо о том что нам повышает рент 600 евро до 750 я первую бумажку который нашел от организации нам каждый год приходит от этой организации письмо о том что вам контракт продлили вы проживаете там наши все права там прям такая знаете там листиком 3-4 прям указаны наши права что нас не могут выиграть по каким-то причинам вы можете оспорить то есть там когда все это зарегистрировано в ртб то знаете что все ваши права будут учтены просто так выгнать на улицу никто не сможет переходим по ссылочке вот это видео здесь я оставлю ссылку на эту статью да вы перейдете и сами сможете все проверить я уже перешел и вот как выглядит этот сайт ребят смотрите дальше мы прокручиваем вниз проверить реестр нажимаем проверить реестр и вот здесь попросите когда вы будете да что-то оформлять у кого-то с кем-то общаться в интернете либо надавки либо на других сайтах либо в мессенджере либо фейсбуке попросите сразу человека предоставить air код указать графство чтобы вы нажали поиск и там будет расписано сдается зарегистрировано ли это имущество для сдачи официально вы понимаете если тут она не указано будет то это первый заначек о том что человек продает виртуальную какую-то недвижимость которая не существует но конечно в большинстве случаев они конечно берут поддельные air коды поддельные фотографии все это соединяют и чтобы не было вообще не до них не докопаться да либо вообще ты ряд создав то просто упаковывать все лучше цену делает лучше такое красивое описание что можно и животными можно это и долгосрочная аренда круче вы понимаете завлекает чем могут дальше ребята еще одним преимуществом знаком является предложение аренды без какого-либо вопроса с вашей стороны добросовестный арендодатель но это имеется ввиду это мы пропустим да это имеет ввиду что если вы пишете человеку да бывает так что эти скамеры сами вам пишут сами вас находят и предлагают если они не просят у вас никаких до пруфов то есть ваших то я ваших поислипов ваших прошлых отзывов то есть от других лендлордов рекомендации так называемые вообще по правилам многие просят ваши выписки ну по работе смысле поислип и потом даже бывают характеристику с работы просят и обратно же где вы жили раньше то есть с других агентств либо других лендлордов это в большинстве случаев это во многих вообще это приоритет и они прям собираются эти рекомендации читают и выбирают как говорится лучшего и достойного в ирландии как говорят так не ты выбираешь недвижимость а недвижимость выбирает тебя то есть если вам когда вы в интернете нашли какой-то до пост и вы начинаете переписку вам говорят хорошо мы согласны и у вас не спрашивать никаких от вас пруфов от каких-то от вас рекомендаций то сразу настораживайтесь потому что что-то с этим человеком не так в ирландии это одно из первых правил это увидеть что человек работает что он может себя обеспечить что он платежеспособный что он надежный что у него хорошая характеристика и что прошлых прошлом до где он снимал брал аренду до жил он там все нормально открыться но выполнял все требования и у него тоже хорошие хорошие рекомендации от прошлого арендодателя то есть это все реально учитывается если это не спрашивается сразу звоночек красный флажок что все что-то здесь не так мошенники часто рекламируют одни и те же эффективные объекты недвижимости нескольких нескольких попытках мошенничества часто используют похожие названия истории прикрытия они также скорее всего свяжутся с вами только по электронной почте текстовые сообщения или социальных сетях попросите номер телефона чтобы поговорить с реальным человеком легче быть введенным заблуждение через электронную почту или приложение для обмена сообщений но это говорится я только что тоже об этом говорю что если мошенник не хочет с вами созваниваться потому что легче всего они сидят там этих офисах да в этих квартирках и работает конкретно там не один человек обычно этим занимается и они только в мессенджерах в социальных сетях и обратно же либо по sms текстовые сообщения все звонить они не любят потому что это палево так называемое сразу берем телефон не стесняйтесь коите еще знаете как можно по видеозвонку покажите можете пожалуйста чтобы не ехали можете показывать показать на поведение звонку просто частичку до своего вот этого жилья вот когда вы в следующий раз будете кому-то показывать до жилье пожалуйста можете нам на минутку позвонить просто записать видеоролик с этого жилья и вы сравните жилье и фотографии то есть вот это тоже возможно поверьте человек ни откажешь если он заинтересован в тот чтобы вы сняли у него до жилье есть определенные действия которые вы можете предпринять чтобы обеспечить свою безопасность во время поиска жилья и аренды ребята золотые правила давайте их изучим первое обязательно изучите рекламу недвижимость проверьте ее существование с помощью онлайн-карты или посетите ее лично то есть имеется ввиду если там указан air код сразу смотрите где находится что он есть существует вообще такая недвижимость просто и все изучите цену и аренды аналогичного жилья в этом районе да то есть это что классификация цен чтобы если средняя цена 1500 то там за 700 вам до говорят что могут сдать это обратно же сразу должно насторожить цена должна быть она обычно плюс-минус 100 200 евро никто ниже не будет сбрасывать тут все они чекает все за друг другом как говорится не то что повторяет но есть просто цена до средняя вот и все они все пытаются чтобы все заработали нет такого что один сдает там по 500 а другой по полторы тысячи меду идентичные домики данных и таунхаусы нет у нас есть разница одни 900 стоит другие 950 от 50 евро разницы разница я почему я даже понимаю почему потому что одни таунхаусы ближе к центру и ко всей движухи а другие немножко дальше там буквально на 500 метров вот и все за 500 метров ты плотишь да уже 550 евро переплачивать просто чтобы ближе жить к центру третье осмотрите недвижимость лично прежде чем вносить залог либо арендную плату но о чем мы говорим не нужно покупать картинки в интернете вам тупо могут продать просто картинки которые даже не ними сделаны а просто стыреные украденные на других ресурсах так что лично не поленитесь поете и посмотрите четвертое попробуйте самостоятельно открыть все замки с помощью полученным вами ключей ну это вообще уже я не знаю если так вот онлайн покупать договоры все это оформлять я бы это не советовал все-таки лучше через агентство прийти там да там было лорда и не увидите потому что лендлорда позволяет все делать агент то есть агентство все делает от него и дает вам ключ и переводит вас в дом либо в квартиру открывает показывает все рассказывает с лендлордом вы может никогда и не встретитесь то есть вот так вот это работает по нормальному так что вот эта схема с ключевыми контрактом это конечно нужно быть но очень наивным человеком чтобы повестись на такую вещь 5 прежде чем платить какие-либо деньги попросите арендодателя письменный договор аренды или арендную книгу обратно же это не факт и это можно поделать тоже легко но это правило дальше все вот эти правила если учесть то тогда минимальный шанс что вас обманут если вы будете пользоваться вот этими золотыми правилами шестое оплачиваете только картой либо банковским переводом если что-то пойдет не так вы сможете вернуть деньги но деньги вернуть конечно ножка неправда что вы сможете вернуть их а если и сможете что это будет очень долго и нудно я вам честно говорю так что лучше платить и когда уже уверены на все сто процентов а про наличку я вообще молчу просто наличные деньги вообще никак вот честно это сразу как уже что-то не так делает ландор где-то где-то что-то он там мутит потому что ну поверьте значит где-то зарегистрировано указал что 600 евро до с вас берет 900 например и вот чтоб меньше платить налог это вот сто процентов потому что ну ну тут не принято наличка тут все через банк все через карты все через айбаны что все проходило чтобы сразу все налоги все видно было то есть а наличка это сразу с ней возможны какие-то серые темные схемы так что тоже не советую обратно же если говорят наличкой оплатить спросите почему чем чем проблема и скажите мне удобно карты взять оформить да сделать вот этот платеж обязательный то есть она будет сразу автоматически сниматься у вас седьмое получите надлежащую письменную квитанцию на каждый произведенный вами платеж но это имеется ввиду если вы онлайн платите то у вас квитанция и так будет 8 сохраняйте все контактные данные арендодателя агента или рекламодателя ну сохраняйте все там номера да чтоб на всякий случай если вас обманули в гарде могли все это преподнести девятом сохраняйте копии всех электронных писем телефонных сообщений между вами и арендодателем агентством но тоже сохраняйте там электронная переписка делайте скриншоты потому что они могут заблокировать и удалить полностью чат если вы не знаете так что переписывайтесь и сразу делайте скриншоты в социальных сетях но смс к ним смогут удалить а вот в мессенджерах они смогут удалить переписку так что делать скриншоты и сохранять все письма лучше чтобы они были у вас сохраненные такие вот правила Чтобы вас не обманули Если вас обманули Немедленно свяжитесь со своим банком или компанией Чтобы заблокировать платеж Заблокировать карту Потому что если вы в поддельном сайте Они берут в поддельных сайтах Вы можете все оплатить, оформить Видите номер карты И тогда вам будет полная жопа Потому что если они украли ваши данные карты Это уже все Деньги какие бы там ни были Они улетят сразу максимально Они сразу что делать Снимают себе и переводят сразу в крипту Куда-то туда, как говорится, в темный интернет Ну если все уже сложилось очень плохо Вас обманули Вы увидели, что поддельный договор вам впарили Что-то не так, что-то не сходится Полицейский участок Вот список всех полицейских участков То есть всех гард Во всех городах Ирландии Введите поиск И найдете Сразу обращайтесь, не стесняйтесь Потому что это ваши деньги Не нужно бояться Обратно же По статистике Такие преступления Раскрываются очень медленно И Очень долго даже Вы будете ждать Если даже Кого-то найдут Чтобы эти вернуть деньги Должен пройти суд Решение Постановление В Ирландии В Ирландии Все системы Органы власти Нагружены Как и здравоохранение Как и судебная система Как и полиция То есть так что Пожалуйста Будьте бдительны Вот такие вот Такая вот Статья Вот я озвучил вам Все методы Мошенничества Как обезопасить себя Надеюсь Это Статья Этот ролик Был вам полезен Если так То ставьте лайк Делитесь С другими людьми Друзьями И Вашими знакомыми Которые хотят Приехать в Ирландию Чтобы они понимали Что не все так просто И не то что В Ирландии То что Рекланируется В социальных сетях Это правда В большинстве случаев Это скам Будьте Всегда приезжайте И смотрите все Сами Подписывайте договора Только официальные Без всяких там Знаете Просто на словах Никогда не живите Платите Пытайтесь Только на карту Скидывайте Чтоб вся Финансовая Потоки Были видны Ссылку На вот эту Организацию И на вот эту статью Я оставлю Также на Реестр Где можно проверить Сдается ли аренда Жилье Либо нет Официально Тоже оставлю На вот эту Организацию Которая тоже Очень важна В том Если вы сняли Жилье То вам обязательно Должно прийти Письмо о том Что вас зарегистрировали И вы здесь проживаете Легально Ну и ссылочку Думаю На гарду Нет смысла Гарду вы сможете И сами найти Просто написать В гугле Гарда И вам сразу Покажет Выбьет их Официальный сайт Вот такое Вот такие вот Виды мошенничества Вот так пытаются Наших людей И не только Обмануть мошенники С жильем Потому что Кризис И они Как говорится Всегда Мошенники Пользуются Какими-то Проблемами У людей И пытаются Решить их Дешево И быстро И запомните Одно Это В этой фразе Да уже Не знаю Сколько лет Сотен лет Дешевый сыр Только в мышеловке Не ведитесь Никогда На дешевую цену Есть средняя Цена По стране По каунте По городу И вот вы должны От нее всегда Отталкиваться Всегда на связи Держу В курсе